Около 30 лет назад девочка Светы, или как ее прозвали Ника, стала мастером спорта СССР по художественной гимнастике. Одна из сильнейших спортсменок Дальнего Востока, Ника Норова, подросла и вскоре стала преподавать сама. К сожалению, в 90-х Светлана ушла из жизни, но своей карьерой навсегда вписалась в местную историю этого вида спорта. Именно поэтому в памяти Ника Норова и вот уже несколько лет подряд во Владивостоке проходит турнир Ника, который является одним из самых престижных соревнований во всем округе. География нашего турнира расширяется, и все хотят приехать сюда, поучаствовать, посмотреть. И групповые, маленькие самые, это 5 лет, и самый старший, которым исполняется 18. Это уже мастера спорта. Более 300 девочек показывают номера со всевозможными снарядами, вроде меча, обруча и так далее. Но открывают турнир по традиции групповые выступления. Это одно из самых сложных испытаний, ведь помимо личной харизмы и гибкости, нужно еще и проявлять внимание к коллегам и стараться быть частью одного целого. Ника по традиции становится одним из самых последних состязаний в учебном году. Май месяц – это время подведения итогов. И запоминается сезон девушкам по-разному. Так как мы из Комсомольского-на-Муре, в этом учебном году у нас были различные отборы на Хабаровский край, на Дальний Восток. Отбор на Дальнем Востоке происходил в Южно-Сахалинске вообще был. Также мы выезжали на различные соревнования в Москве и в других городах. В Иваново ездили, летали. Там понравилось очень. Конечно, не очень хорошо выступили, но все же опыт. Очень много мы с девочками ругались, и из-за этого много было ошибок. А вот для наставников куда больше интерес представляет следующий год. Совсем скоро им придется давать ученицам новые форматы тренировок, которые принимаются сейчас по всей России. С нового года мастера будут выполнять, останутся обруч, мяч, булава лента, а у кандидатов уйдет обруч, будет скакалка. Поэтому новые программы интересны, новые требования групповым по сотрудничеству и так. И новое мастерство появляется у нас на площадке. Но эти соревнования все же пока не финишная черта. Впереди самых выдающихся гимнасток Приморья ждет главная проверка года – выезд на Спартакеаду России, которая пройдет в Пензе уже в июне. Максим Яковлев, Сергей Тулатиев. Новости спорта на восьмом.